Спасибо большое за возможность обратиться через ваш телеканал к общественности. Последние пару недель в связи с возбуждением уголовным делом против меня и моих коллег на телевидении и социальных сетях идет активная раскрутка и травля по так называемому делу врачей. Все это время я старался не реагировать, надеясь на торжество благоразумия, но, к сожалению, меня и моих коллег уже обвиняют чуть ли не в доказанных преступлениях, в связи с чем я посчитал нужным все-таки высказаться. В отношении меня было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата», что явилось следствием якобы подстрекательства меня на это преступление со стороны моего заместителя. «Хочу отметить, что я не тот человек, которого через подстрекательство или угрозу можно заставить что-либо сделать. Меня можно попросить, помочь в чем-то или встать рядом. Тогда я не задумываясь, иду на встречи и помогаю. А говорить о коррупции в сговоре в угоду собственного обогащения – нет, это не про меня. Для этого, наверное, нужен другой персонаж. Я так не живу, и все, что мог, сделал в своей стране и во время войны, и по сей день, можете поинтересоваться у моих друзей, знакомых, даже пациентов, которые прошли через мои руки. Для меня принцип порядочности превыше любых регалий и денег. Я и детей воспитал таких, и внуков воспитывая в духе абсуара и патриотизма, по-другому никак. Касаемо возбужденного уголовного дела, оно в своем основании имеет давний конфликт между двумя лабораториями, так сказать, местной больничной лабораторией Республиканской больницы, и той, которая была сформирована из сотрудников реорганизованного савитара. Начался этот конфликт еще в 2016 году, тогда я не был в должности главного врача и был депутатом Народного собрания. За время своей деятельности в Республиканской больнице я всячески старался разрешить этот вопрос, но, как показало время, инициатива действительно наказуема. Как и профессия врача, так и профессия прокурора требует колоссальной ответственности за судьбы других людей и последствия как врачебной, так и правовой ошибки. Это я говорю не только как врач, но и как отец и дедушка. Очень надеюсь, что государственные органы грамотно и комитетно разберутся в этом деле. Однако сказать могу точно, никогда чужого рубля не брал. Куда там чужого? Одно время даже ходил в живой анекдот, что бесплатные операции – это гургулия. Уже много лет на различных должностях я работаю в системе здравоохранения Абхазии. За все время моей трудовой деятельности я никогда не считал возможным и правильным искать для себя какие-либо привилегии, связанные с моим врачебным опытом или заслугами перед Родиной. И правильно Давид Чичевич Пилия в недавнем эфире ГТРК отметил, с герою двойной спрос, а с него меньше спроса. Совершенно согласен с этим. Только вот Чичевич без суда и следствия назвал нас преступниками. С этим я не согласен. Пусть виновные, независимо от регалий, несут наказание за совершенные деяния. Только у меня просьба. Заблаговременно не будем называть людей преступниками. Я никуда не прячусь, готов сотрудничать со следствием. Пока идет следствие, а потом, наверное, будет суд. Дождемся решения. Иногда для нас с вами остается много того, что не на виду и о чем мы не знаем. Хоть и моя нынешняя должность предполагает наличие так называемой публичности, я никогда не считал себя публичной личностью и никогда не выступал в роли инициатора различных интервью с моим участием. И мне очень неприятно, что в настоящее время мне приходится это делать. Мне неловко, что я оказался в ситуации, когда вынужден как будто оправдываться перед своими согражданами. За свои неполные 70 лет я думал, что уже потом и кровью заработал имя, которое не нуждается в каких-либо оправданиях. Заранее хочу поблагодарить всех людей, которые поддержали морально меня и мою семью. В эти дни нелегкие испытания. Но эти испытания не главное, а главное то, что в данном деле нужна полная ясность, учет всех деталей и на первый взгляд может даже мелочей. В заключении еще раз хочу вас поблагодарить за уделенное мне время. Продолжение следует...